Всем здравия, с вами Сидни Виза и ее директор Алексей Гринько. Добро пожаловать на наш еженедельный выпуск новостей об эмиграции в Австралию. За последние более чем 20 лет нашей деятельности мы помогли тысячам заявителей на визу в Австралию реализовать их мечты. Но не забывайте, что наша роль адвокатов и консультантов это довольно легкая часть на этом тернистом пути. Вы же находитесь в более трудном положении, чтобы достичь этих целей. Вам нужно применить свою волю, решимость, потратить ресурсы, времени, денег, эмоций и день за днем трудиться, чтобы достичь своих целей. Мы это все хорошо понимаем, так как сами когда-то прошли весь этот путь. Поэтому мы концентрируем на делах наших клиентов, накопленную за 20 лет компетенцию всего нашего коллектива. И очень стараемся быть внимательными к вам и к деталям вашего дела. Ведь каждое дело всегда уникальное. Теперь давайте посмотрим, что нового в мире эмиграции Австралии. Сегодня 5 пунктов. Это первое. Правительство Квинсленда объявило о приоритетной обработке заявлений на номинацию для визы 491. Второе. Результаты национального отчета об успехах в трудоустройстве зарубежных и местных выпускников учебных заведений. Третье. Australian Computer Society вводит новую систему оценки квалификации для целей эмиграции. Четвертое. Это ВТСС обновила свою информацию относительно менеджеров в гостиничной сфере. Пятое. Опять о студентах. Черный список стран, которым колледжи отказывают в услугах. 23 февраля правительство Квинсленда объявило о разовой акции приоритетной обработки для заявителей на номинацию для визы 491, проживающих в Квинсленде и соответствующих критериям номинации. В обычной практике приходится просто сидеть и пассивно ждать, когда вас выберут из системы Skill Select, где вы зарегистрировали свой Impression of Interest. Но в данный момент, до вторника 27 февраля, вы могли подать заявку напрямую, не дожидаясь приглашения. Да, именно так всего 4 дня было открыто это окно, и 2 из этих дней приходились на выходные. Этот случай не единичный, когда номинация открывается на такой короткий срок, и это подчеркивает важность всегда быть готовым к таким неожиданным ситуациям. Быть готовым, это значит, у вас должен быть выражен интерес в системе Skill Select, и весь пакет необходимых документов для заявления должен быть на 100% готов в виде Decision Ready Application. Что такое за термин означает? Поинтересуйтесь, очень важно. Поздравляю всех тех счастливчиков, кто успел закончить вот этот пакет документов и заскочил в это окно. Удачи вам, ребята. На прошлой неделе был выпущен национальный отчет, сравнивающий результаты трудоустройства между международными и местными выпускниками университета. В нем есть некоторые интересные результаты, и многие говорят в защиту от мнения министра внутренних дел, что большинство выпускников иностранцев в итоге становятся водителями Uber. Отчет за 2003 год изучает краткосрочное, то есть через 4-6 месяцев после окончания курса, и среднесрочное, через 3 года после окончания курса, результаты трудоустройства на рынке труда Австралии. В нем сравниваются результаты трудоустройства местных и международных студентов. Что касается трудоустройства среднесрочной перспективы, международные студенты справляются очень хорошо по сравнению с местными студентами. Однако исследование подчеркнуло, что местные студенты, это в принципе согласно опросу, прошедшие послевузовское курсовое или научно-исследовательское обучение, обычно значительно старше, и следовательно имеют опыт и сеть знакомств здесь в Австралии для более быстрого трудоустройства в краткосрочной перспективе. В последние недели мы видели, как министр внутренних дел критиковала студентов-аспирантов, занимающихся научными исследованиями, но цифры здесь показывают, что их профессиональные результаты трудоустройства соответствуют результатам местных студентов, даже в краткосрочной перспективе. Давайте снова посмотрим, что сказала Клэр Ронейл в статье «Сидней Моннин Херальд». Она говорит, что нас беспокоят аспиранты, которые не работают по специальности, работают значительно ниже своего уровня квалификации и находятся здесь долгое время, получая временные визы, когда у них нет реалистичного пути к постоянному проживанию. Это несправедливо по отношению к ним, и это нехорошо для нашей страны или нашей иммиграционной системы. Конец цитаты. Возможно, министру следует пересмотреть намерение отменить сокращение сроков после учебы на визе 485, которая запланирована на июль 2024 года. Похоже, единственное, что мешает этим аспирантам найти путь к ПМЖ – это сам министр, ограничивая время, которое они могут провести на визе выпускника 485, или если им больше 35, они вообще не могут получить рабочую визу выпускника 485. СС начинает новую систему оценки квалификации с 18 марта 2024 года. Это не повлияет на уже поданное заявление. СС обещает, что заявления в рамках их новых процессов будут обрабатываться быстрее, предлагать больше вариантов, большую ясность и мгновенное обновление. Новая онлайн форма заявления должна быть более удобной для пользователя, и, как сообщает СС, надеется, что срок обработки заявления будет в 15 дней. К сожалению, технологический процесс обойдется дорого, оплата увеличивается до 1100 долларов, вдвое превышающий текущий тариф. Если вы хотите сэкономить деньги, подайте заявление до 18 марта. Однако более высокая цена дает некоторые преимущества. Заявители смогут номинировать до трех кодов ANZ SCORE – три профессии, и оценить их вместе. С этой точки зрения, если вы хотите номинировать несколько профессий в вашем экспрессионном интересе, то будет дешевле подать заявление после внесения изменений. В настоящее время ECS взимает полную плату за каждую номинацию, что более полутора тысяч долларов за три отдельные заявления. VTSS – компания, которая оценивает наибольшее количество специальностей, обновила свою информацию относительно менеджера в сфере гостиничного бизнеса, к примеру, Hotel or Model Manager. На их веб-сайте говорится, что чтобы претендовать на эту должность, кандидат должен отвечать за управление всеми подразделениями или аспектами деятельности гостиницы, мотеля или отеля, включая введение хозяйства, безопасность, питание, бухгалтерский учет, закупочную деятельность, решение кадров и вопросов и т.д. В случае квартир с обслуживанием, такой есть гостиничный сервис, как Service Department, заявители должны нести ответственность за все аспекты эксплуатации квартир с обслуживанием, а также иметь возможность продемонстрировать знания и опыт корпоративного законодательства и взаимодействие с ним, взаимодействие с многочисленными индивидуальными владельцами квартир, когда это возможно. Таким образом, кандидаты, подающие заявку по этой специальности, должны либо работать на уровне старшего руководства в мотелях или небольших отелях без сложной организационной структуры, либо на уровне дежурного менеджера или выше в крупных отелях, со сложной организационной структурой. В обоих случаях кандидаты должны нести ответственность за управление и координацию деятельности всех операционных отделов, руководство персоналом, реализации политик и процедур, а также иметь соответствующие кадровые и финансовые обязательства и обязанности. Почему я так подробно остановился на описании обязанностей Hotel Model Manager и вообще обратил свое внимание на это обновление в ВТСС? Потому что это очень распространенная профессия, где заявители на оценку квалификации в ВТСС довольно часто беспечны в своем понимании роли управленца отеля или мотеля. Бывают случаи, когда человек имеет релевантное образование и высоко релевантный длительный опыт работы в гостинице, но не может получить положительную оценку от ВТСС, так как его опыт работы не включает все аспекты управления гостиницей. На нашем канале YouTube есть ролик по ВТСС, где мы как раз такой пример приводим, это лет пять назад, как раз именно по теме Hotel Model Manager. Тема пятого вопроса родилась на основании статьи Sydney Morning Herald с заголовком «Колледжи вносят студентов из целых стран в черный список». История о том, как некоторые образовательные учреждения решили, что из-за массовых отказов заявителям на визу из определенных стран вообще не принимать заявления от этих регионов. По сути, они были вынуждены сформировать свой собственный черный список, отражающий черный список Департамента внутренних дел. В статье проводится копия письма, напечатанного от Imagine Education Australia, показывающего, что они принимают заявления только от определенных стран. В частности, они не принимают заявления от тех, кто из Индии, Пакистана, Непала или из любой страны Ближнего Востока. Похоже, что для провайдера теперь защита своего рейтинга перед Департаментом внутренних дел это более важная задача, чем открытие своих дверей для студентов из стран, не входящих в список. За 23 года моей работы в этой отрасли я никогда не видел такого набора обстоятельств. Когда я начинал в 2000 году, образовательная индустрия была в зачаточном еще состоянии и с трудом привлекала молодых, талантливых, международных студентов отовсюду. Еще одна статья от SBS пришла с заголовком We have never refused so many. Вы никогда не отказывали так много. Даже студенты, которым повезло попасть в Австралию, обнаруживают, что им лгали о продолжительности рабочей визы 485, которую они получают по окончанию учебы. Кроме того, многие будут дискриминированы из-за своего возраста, те, кто старше 35. Мы не могли привлечь достаточно студентов, когда границы снова открылись после COVID, но теперь, когда мы переполнены, мы не можем выгнать их из Австралии достаточно быстро. Правительство теперь заставляет провайдеров не принимать заявления из определенных стран. Снова не напрямую, но скрытно используя эту систему рейтинга, как пистолет к голове различных учреждений, которым нужно поддерживать свой бизнес, чтобы выжить. Использование такой власти правительством очень тревожно, так как мы все знаем, что может произойти, когда власть используется неправильно. На этом на сегодня все. Всем мира, здравия и радости!